В городе Зее начали восстанавливать городской парк. Долгое время зона отдыха была недоступна для жителей. Администрация города уже заказала три первых аттракциона. Когда там можно будет полноценно отдыхать, узнавал наш корреспондент. Хотите вы, чтобы парк у вас был? Да! А что вы будете в парке делать? Играть! На батутах прыгать! На батутах прыгать! На батутах! На тарзанке! Воспитанники Зейского приюта приходят в парк уже не первый год. Однако только сейчас вместо травяных джунглей здесь можно разглядеть спортивную площадку и дорожки. Глава администрации Зеи Рейса Черная помнит, цветущий парк с аттракционами только совсем маленькой. Потом аттракционы куда-то исчезли, и сквер постепенно превратился в настоящую тайгу. И место отдыха для людей без определенного места жительства. Когда и как это произошло, не знает никто. Два раза был субботник в парке. За весну, где вы очищали от мусора. К сожалению, можно радоваться, можно не радоваться. Как говорится, что жители есть и трудолюбивые, но есть жители, которые ссорят. И мусора было немерено. Мы там несколько машин только вывезли по субботникам. Это бесплатные вложения граждан. Кроме того, есть предприниматели, которые сегодня дают средства на аттракционы. Сейчас здесь уже скосили траву и вырубили большую часть деревьев. Из бюджета на восстановление парка выделили 1 миллион 800 тысяч рублей. На эти деньги здесь уже установили лавочки, урны и продлили дорожку. Скоро в парке появятся и новые аттракционы. Сделали горку, закончили, дерном уложили, по которой будут кататься зорбы. Это, знаете, такой большой шар, такой надувной. В него человек заходит вовнутрь, и он вниз катится. Ну, сейчас вы видите. И тарзанка пока на этом этапе. Но она, вот есть детские тарзанки, а это будет полноценная. То есть до 110 килограмм, то есть там как ребенок, так и взрослый будет на ней прыгать. Еще здесь появится первый в городе роллер-дром, на котором будут рампы для скейтеров и велосипедистов. Останется и дискотека, которая здесь была только под открытым небом. Теперь она будет еще и защищена от дождя. Для этого постелили специальный пол, построили сцену. А это бетонное кольцо будет вмонтировано в землю. Вокруг него положат камни и проведут воду. Искусственный водопад – это личная идея Алексея и будущая достопримечательность такого необходимого жителям Зеи парка. Эти аттракционы уже закуплены. Мечта администрации – колесо обозрения. Но пока цена на него слишком высока. Кристина Добровольская, Станислав Макавич. Новости дня. Информационное агентство «Порт-Амур». Останется и дождь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова